Болельщики смогут приехать на чемпионат мира по футболу в Россию без специального разрешения. Владимир Путин заявил, что страна введет безвизовый режим не только для участников Мундиаля 2018, но и для фанатов. Как отметил президент, в федеральном законе уже закреплен специальный льготный режим въезда для иностранцев, которые будут помогать в подготовке к чемпионату мира, для спортсменов, судей, тренеров, а также болельщиков. Подобного прецедента, по словам Путина, в истории футбольных соревнований еще не было. Игры чемпионата пройдут в восьми городах России, несколько матчей состоятся в Сочи. Первый в своей истории еврокубковый матч футбольный Краснодар проведет в Эстонии. Соперником горожан станет местный Калиф. Клуб из Силамяя в стартовом квалификационном раунде Лиги Европы по итогам двух встреч одолел финскую хонку. Аслан Бекбадаев о сопернике чернозеленых, а также о том, как Краснодар готовится к историческому противостоянию. Стадион Кубань имеет приличную еврокубковую историю. Арена принимала здесь семь зарубежных соперников. Два – это заслуга московского ЦСКА, который проводил домашний матч Кубка Уэфа в 2004 году в Краснодаре. Пять – Кубани, дебютировавшие в прошлом сезоне в Лиге Европы. И восьмого соперника эстонский Калиф через две недели здесь примет футбольный клуб Краснодар. 32 тысячи мест главной арены края уже готовы к началу еврокубкового сезона. Стадион полностью соответствует европейским стандартам. Чего не скажешь о домашней арене Калева – Силамяяя. Ее вместимость всего две тысячи человек. При этом она не всегда заполняется. Ни одного матча эстонцев не пропускают, пожалуй, только так называемые «Ультрас» – самые преданные и горячие фанаты. Наверняка они приедут поддержать свою команду и в кубанскую столицу. Самые преданные болельщики и стали свидетелями взлетов и падений Калева. В чемпионате Эстонии в 2009 году команда заняла второе место. Это пока лучший результат клуба. По итогам прошлого сезона Калев выиграл бронзу. Еврокубковая история у клуба Силамяяя, в отличие от горожан, тоже есть. Команда дебютировала в Лиге Европы четыре года назад, правда неудачно. В двухматчевом противостоянии разгромно уступила Минскому «Динамо». Нынешний второй поход в Европу оказался удачнее. По итогам стартового квалификационного раунда эстонцы одолели финскую «Хонку». Причем победный гол забили уже в компенсированное время второго экстратайма. А Краснодар свои голы пока забивает только в контрольных матчах. Горожане сейчас готовятся к новому сезону в Австрии. Команда провела уже две товарищеские встречи. Победили азербайджанский Карабах и уступили шотландскому «Селтику». Выводы главный тренер Олег Кононов сделал после игры с британцами. Это, наверное, тот случай, где мы проиграли игру. Но к качествам игры сегодняшней против такого соперника я доволен. За исключением, конечно, глупых ошибок. Особенно второй гол, когда нам забивали несогласованность защитника-воротаря. Но на то есть сборы. Первый в истории Краснодара еврокубковый матч пройдет 17 июля. После этого горожане вернутся в столицу края и будут готовиться к ответной игре на клубной базе. Второй поединок состоится на стадионе «Кубань» 24 числа.